Перед началом летних каникул сотрудники госавтоинспекции проводят в образовательных учреждениях мероприятия, на которых они напоминают детям о правилах безопасности на дороге. Отдельное внимание уделяют езде на велосипеде. Сегодня на транспортной площадке мы провели такое небольшое занятие. И в дальнейшем при реализации данного социального раунда во всех школах, во всех детских садах пройдут подобные мероприятия, где дети будут на практике вспоминать правила дорожного движения, отрабатывать практику, потому что скоро начнется лето, и дети у нас очень многие. Кто-то есть с родителями отдыхать, а кто-то останется во дворах. Поэтому мы предупреждаем, говорим, объясняем, где и в каких местах правильно и безопасно кататься. Сегодня рассказали про дорожные ловушки и так далее. И в рамках реализации этого проекта нам прислали серию обучающих фильмов. Фильмы достаточно интересные, поэтому эти все фильмы будут показывать. Итак, первое, значит, обязательно, что защищаем это, у нас с вами колени. Используем колени. Вот они фиксируются. Если Настя вдруг случайно упала, то ее колено будет защищено. С наступлением тепла начинается мотосезон, а дети любят кататься на мопедах. К этому нельзя относиться легкомысленно. Чтобы управлять таким транспортным средством, 16 лет можно пойти учиться на водительское удостоверение. Халатное отношение к собственной безопасности может очень плохо кончиться. Можно получить права на категорию А1, это 125 кубических сантиметров. И при наличии уже этих прав можно уже использовать эту технику. Это обязательное условие. Без этого, конечно, никак нельзя. Ну, вот иногда часто рейды показывают, мы ловим ребят, но ловим на спортинвентаре. И они начинают доказывать, что на спортинвентарь не требуются права. А спортинвентарь, он рассчитан только на специально отведенные места, площадки или где-то в поле. И при наличии, наверное, тренера, когда отрабатываются какие-то элементы. То есть это не игрушка для ребенка. Этот шлем не так давно побывал в дорожно-транспортном происшествии. Его хозяин очень сильно пострадал. Но не настолько, если бы он был без шлема. Если бы он был без шлема, наверное, уже бы его не было в живых. Вот посмотрите, да? И здесь можно... И вот такая защита. Как она называется? Кто мне может показать? Челка. Черепаха, да. Смотрите, что у нас на черепахе. Плечи, значит, пострадали. Видите, какие ссадины на пластмассе. Локти. Сама спина вроде так не сильно пострадала. Но вот смотрите, левое плечо получается очень сильно. И локоть. То есть удар пришелся, видите, на эту сторону, видимо. В таких просветительских мероприятиях госавтоинспекторам помогают их младшие коллеги – юидовцы. Это движение существует в России уже долгие годы. В нашей школе с 2007 года уже работают отряды юных инспекторов дорожного движения. Туда входят учащиеся в возрасте от 10 до 12 лет. Основная задача отрядов ЮИД, прежде всего, это профилактика детского дорожного травматизма. Учащиеся изучают правила дорожного движения и пропагандируют, рассказывают о своих знаниях уже своим сверстникам, одноклассникам. Дети всегда более охотно слушают своих сверстников, да, то, как они изучили правила дорожного движения. И эту информацию уже рассказывают своим одноклассникам, да, своим друзьям. Поэтому отряды ЮИД в нашей стране работают уже более 40 лет, и за все эти годы движение зарекомендовало себя только с положительной стороны, потому что та деятельность, которая организуется отрядами, всегда направлена, прежде всего, на сохранение жизни, здоровья и пропаганду безопасного поведения на проезжей части. Сергей Дружинин и Антон Карташов для программы Городские вести.